небольшое видео наш стэнли не ел уже больше суток больше 24 часов после приема последнего кормления это собственно связано с моей своим отсутствием а точнее с поездкой на дачу и как только он услышал мой голос он выглянул собственно сегодня мы будем его кормить после такого виденного перелива большими сочными гусеницами а именно табачным брашником вот они в своей коробочке и они вымахали уже до исполинских размеров а наш ящер уже хочет их отведать но мы не будем его давать затолкаем его обратно чтобы не возникало казусов а сами возьмем по одной гусенице взял вот куда ты куда ты куда ты пойдешь куда ты с ним пойдешь давай себе там кузнице большая толстенькая отъелась более чем за сутки вот одну заглотил время они очень любят цепляться своими лапками их с трудом отарешь от всяких поверхностей но большие жирные гусеницы для него станут сегодня завтраком обедом и ужином чем всегда так делает головы то что в спагнуме он их валяет это не беда именно поэтому этот грунт и выбрал потому что он может попасть пищевод но из-за того что это растительный грунт а не какой-нибудь древесный он не позволит засориться кишечнику не закупорит его давайте обратим внимание на то что он не съел ее только помотал так вот отлично она подходит к следующему так вот так вот и Они немножко в корне своем, в своих отходах, эти гусеницы. Поэтому те, кто находился ближе всего ко дну, мы немножко смочим в водичке, пока Стэн пытается раздавить. Вкусные, сочные, диетические гусеницы. Терериумистерий рекомендует бражника с гораздо более устойчивым постоянством, нежели зафобоса. Зафобос, якобы, вызывает дополнительную нагрузку для печени. Пожалуй, скорбим еще одну, а остальных оставим на завтрашнее утро. Мочили в водичке и оставим на камушке. Все, наелся. Из-за его мотания головой фокусировка камеры сбивается. А, как быстро заглотил. Ну, остальную четверку мы оставим на завтрашнее утро. Хоть это и не сильно сытный завтрак для него в данной перспективе, но уже что-то. Тем более после суток. Сейчас мы еще немножко увлажним его обиталище по сменкам пульверизатора. Хоть они и пустынные хищники, все-таки иногда увлажнять им их жилище нужно. В конце концов, чем выше температура и меньше влажность, тем больше стенд сидит в своем лоточке. Будем надеяться, что после кормления и дождичка он таки сходит в туалет. То он уже сутки не ходил после приема предыдущих гусениц и сверчков. Но пока что он скроется в своем убежище. Небольшой дождичек. И на хвостик тоже. Вот такое коротенькое видео кормления.